здравствуйте вы смотрите программу катухон тв сегодня нас гостях выступает павел петрович одинцов пресс-секретарь верховного суда российской федерации историк режиссер документального фильма князь владимир здравствуйте здравствуйте павел петрович ну вот сам факт того что в нашей стране в наше время сейчас чиновник такого высокого уровня как вы может снять такой интересный фильм и важные серьезные как фильм князь и то что вы на тему еще выступаете и говорите и пишите это вот для меня лично очень важное событие это свидетельство того что вообще у нас реально происходит то интеллектуальное возрождение или восхождение которое все-таки так иначе мы чаем и вам за ваш фильм большое спасибо мне он очень понравился и я бы всем нашим зрителям катухон тв очень советовал его посмотреть фильм вышел в конце 2015 года я понимаю снят именно к тысячелетию представления князя владимира и это не просто фильм о жизни этого человека это не просто биографическое да некое изложение это попытка осмыслить эту фигуру осмыслить конечно же с православной точки зрения да что самое главное и в этом фильме вы очень часто упоминаете такие предельные темы да как смысл истории логика истории и наконец ценности ценности на которой опирался князь владимир на которой опирались народы которые как вам сказать творят историю вот у меня к вам поэтому такой первый вопрос скажите а что вообще вкладывать понятие ценности вот когда вот это говорить ведь есть целая философия ценности да есть раздел философии который занимается ценностями аксеология когда вы говорите о ценностях вы что имеете ввиду для меня действительно важно посетить вашу программу тем более что я имел возможность ретроспективно посмотреть на то что вы снимаете действительно сегодня наличие интеллектуального продукта в сфере общественных оценок это крайне важная вещь почему потому что это тоже часть современной аксеологии когда мы говорим об аксеологии строго научных категориях мы действительно можем утонуть в этой системе координат потому что сама по себе наука развивалась весьма специфически весь 19 век был потрачен на то чтобы сформулировать разные периоды в системе оценки всего того наследия интеллектуального которое в результате исторического процесса было наработано когда же мы говорим об аксеологии применительно к истории древней руси и применительно к современному государству тут действительно очень как это не парадоксально высока степень актуальности этого знания почему потому что вот это первобытное состояние первобытные конечно же в кавычках потому что русь до крещения но безусловно в цивилизационном отношении достаточно развитое явление хотя конечно говорить о сформировавшимся государстве универсальным тяжеловато почему потому что это не строго универсальная институциональная модель она сформировалась в период правления князя владимира и скажем так в пост владимирский период как не представляется потому что сама по себе христианская религия которую князь владимир так или иначе принял скажем так которая стала для большинства населения в тот период уже времени такой аксиомой потому что она была благословлена властью помимо всего прочего действительно можно допустить что какая-то часть населения на тот период времени методом свободной воли принимала эту систему ценностей потому что это тоже был эволюционный процесс но возвращаясь к теме князя владимира почему этот образ важен мне кажется он важен еще и потому что он находится в плоскости чистой мифологии сегодня если посмотреть на популярном восприятие абсолютно причем квази популярном восприятие я бы так сказал дело в том что князь владимир как фигура политическая он действительно отец-основатель он действительно тот человек который заложил вот эту условную матрицу самосознание национального те архетипы поведения которые свойственны нам и сейчас несмотря на все так сказать вот флуктуации исторические на все вот эти изменения на все эти потрясения социального характера которые мы переживали в разные периоды времени тем не менее если говорить о корневой системе нашей государственности все-таки она коренится вне всякого сомнения там и очень важно вывести этот образ из плоскости чистой мифологии но одновременно и не лишая его той сакральности которая характерна для образа святого равноапостольного князя откровенно говоря сама идея фильма она зародилась специфически первоначально это была попытка снять фильм который мог бы раскрыть природу христианского таинства таинство крещения и вот когда в рамках творческой работы мы попытались обсудить это как это можно было бы сделать что такое акт принятия христианства вот сам по себе акт крещения например в эпоху римской империи но иногда это было формой исповедания человека могли убить сразу после такого акта потому что это никак не попадалось но это и сейчас акт исповедания другой вопрос что человек может ничем за это не жертвовать абсолютно верно а вот в тот период времени это был жертвенный акт во многом больше того вообще степень вот такого содержательного напряжения она в тот период времени даже в тот период времени когда князь владимир жил она была выше вне всякого сомнения но представьте себе что столетиями люди исповедовали скажем так определенную систему ценностей или не определенную систему ценностей потому что взять и суммировать, что же в конечном итоге исповедовали славяне в тот период времени, достаточно затруднительно. Написаны фолианты, научные труды, гигантские по масштабу, которые, скажем так, вот такой четкой, ясной картинки все-таки не дают. Мы можем говорить о Дождьбоге, о Стрибоге, о Перуне, о Велисе. Почти нет источников, да. Очень мало. И, скажем так, сама по себе интерпретация этих источников тоже иногда оставляет желать лучшего, потому что это как раз то поле деятельности, где существуют пограничные состояния. Маргинальная интерпретация истории, псевдонаучная интерпретация истории, совсем не научная интерпретация истории и так далее. Просто вот таким вот образом можно уйти вообще в плоскость рассуждений. Знаете, как вот это бывает характерно для желтой прессы, когда пишут, например, о том, что космический корабль какой-нибудь инопланетный, куда он увез Сталина и, скажем так, из какого рода квази-государственности или псевдо-государственности мы все произошли. Была ли это Атлантида, скажем так. Вот действительно диапазон аберраций огромен в историческом процессе, особенно когда речь идет о 10 веке, о периоде формирования институциональной государственности. Безусловно, вклад тех людей, которые были праотцами, теми, кто являлся прямыми кровными родителями князя Владимира, он безусловен. Мы знаем о князе Святославии, причем знаем подробно из византийских источников, из других источников. И надо сказать, что, кстати, тема источников исторических – это крайне важный инструмент объяснения истории. То есть, в этом никакой новизны нет, никакого открытия нет. Но, когда мы говорим о том, что князя Владимира нужно вывести из мифологической плоскости, нужно говорить и о характере источников, которые так или иначе этот образ интерпретируют. Ну, к примеру, «Повесть временных лет». Когда мы говорим о повести временных лет, как историческом источнике, часто возникает скепсис, но многие склонны относить это как к более позднему документу, что справедливо. А, скажем, характеризуют его часто как документ, который содержит в себе очень высокую степень эстетизации христианских начал в деяниях князя Владимира, что, в принципе, допустимо. Абсолютно допустимо. Но кто написал «Повесть временных лет»? Ее написал монах Нестор, насельник Киевской Печерской Лавры. Человек, который совершенно очевидно был человеком высоких нравственных и моральных устоев, не всякого сомнения. Человек, который канонизирован не за то, что он написал «Повесть временных лет», а канонизирован за благочестие. Но совершенно очевидно, что у меня куда больше доверия по отношению к Нестору летописству, чем к большинству, скажем так, историков, которые могут быть корпоративно ангажированы, могут исповедовать такой фракционистский исторический подход. Все-таки Нестор в этом смысле человек, имеющий колоссальное расширение. Больше того, сохранилось огромное количество памятников исторической и литературной мыслей того времени. Например, хроники Титмара Мирзибургского, Бруна Кверфурдского – это миссионеры, западные миссионеры немецкого происхождения, которые проповедовали на территории либо русского государства, либо в Печенежских землях, либо, скажем так, находились на территории Польши, но которые оставили большое количество разнообразных, корреспондирующихся между собой свидетельств о периоде эпохи князя Владимира. Замечательный и совершенно труд Льва Диакона – история, которая по степени подробности изложения некоторых исторических событий может быть несоотносимых с периодом князя Владимира, но является, на мой взгляд, очень утонченным историческим источником. Большое количество арабских источников, которые так или иначе и с точки зрения аксиологии, и с точки зрения развития материальной культуры характеризуют этот период времени. Из чего я делаю, конечно же, наверное, субъективное заключение, которое, как мне представляется, все-таки не разнится с историческим мейнстримом. Что князь Владимир – это действительно тот человек, который имел, скажем так, большие властные амбиции в определенный период времени, который испытывал кризис легитимности. Почему? Потому что по известным причинам он был рожден от ключницы, княгини Ольги Малуши, если вы помните. Что, конечно же, с точки зрения языческого мира и, скажем, той системы ценностей, которые были характерны для этого исторического периода, ничего такого серьезного для него и не создавало, по большому счету. В конце концов, он был сыном своего отца. Другое дело, что все-таки некоторую ущербность от этого он испытывал. И одно только то, что в «Повести временных лет» описано, как его такая экзальтированная реакция на слова Малуши, свидетельствует о том, что все-таки для него, скорее всего, это была болезненная достаточно тема. То есть, по крайней мере, кто-то мог в этом упрекать. В то время, когда это имело все-таки важное значение. Совершенно очевидно. Но что немаловажно в теме интерпретации образа князя Владимира вообще, крайне важно давать ему междисциплинарные измерения. Или, скажем так, то, что называется многофакторностью исторической. С одной стороны, есть богатейшая агеография, житийная компонента князя Владимира. Там действительно этот образ достаточно подробно разработан. Причем на уровне религиозно-богословских текстов. В одном из кондаков, правильно сказать, в одном кондаке, проводится непосредственная аналогия князя Владимира с апостолом Павлом. Причем два измерения у этой аналогии. Первое измерение это то, что князь Владимир действительно не был теплохладным человеком, как апостол Павел. Ведь апостол Павел ревностный иудей, который, скажем, действительно был человеком, искренне преданным своей системе ценностей. Он был одним из учеников первосвященника Иерусалимского, со всеми вытекающими отсюда конъюнктурными и даже карьерными последствиями. Это человек, который имел высочайшее дерзновение религиозное. И, собственно, гнать христиан, он предполагал именно из этих соображений, не из соображений корысти или каких-то мелочных помышлений. Да, он был, так сказать, учеником фарисеев, и он был гонителем христианства на первом этапе своей жизни, да, и, собственно, пути в Дамаск. Да, и вот такая метаморфоза. Здесь, кстати, прибегая к аналогиям, у князя Владимира такая аналогия тоже напрашивается в тот период времени, когда князь Владимир из других устремлений, прежде всего из властных устремлений, а мне представляется, что у князя Владимира была острая потребность в экспансии, такой чисто человеческой. С одной стороны, он жаждал завоевать Киевский престол, с другой стороны, он жаждал распространить свою власть на ту территорию историческую, которая так или иначе находилась под контролем его предков. С другой стороны, у него были и геополитические амбиции, потому что он предполагал вообще вторгнуться в Константинополь, судя по тем описаниям, которые остались. И в этом смысле он, конечно, человек был экспрессивный. Конечно, очевидно, что его амбиции политические были шире, чем амбиции регионального князя, коим ему предполагалось быть, по-первых. А вторая аналогия, она тоже прямой характер носит. Действительно, в момент принятия крещения это вытекает из святоотеческих текстов, вытекает из, собственно, из житийной составляющей князя Владимира, да и из повести временных лет – это то, что он ослеп в тот период времени, когда он стоял перед вот этим самым важным и фундаментальным выбором. И эта аналогия, она очень хороша, на мой взгляд. Почему? Потому что она характеризует его как человека, у которого есть некая миссия. Причем здесь очень важно понимать эту миссию не как набор клубок тщеславия какого-то, которое должно так или иначе быть реализовано в практической плоскости. Эта миссия, она имеет совершенно иное измерение. Это миссия человека, по отношению к которому действует божий промысел. Вот я боюсь за точность формулировок, но у Гегеля по существу смысла сказанного есть такая идея, которую он обозначает как то, что история есть не что иное, как материальное воплощение божественного замысла. То есть, в этом смысле существует... Ну, там не стоит, потому что у Гегеля же нету богов в амбрамическом смысле слова. У него есть абсолютный дух, и, конечно, все, что есть в этом мире является воплощением этого абсолютного духа. Абсолютно верно. И вот эта подчиненность духу, подчиненность духу исторических процессов, она, скажем так, ну, если мы интерпретируем это с точки зрения аксиологии христианской, приобретает совершенно иные очертания. То есть, мы говорим здесь в данном случае о промысле Божьем. И в этом смысле деяние князя Владимира, скажем, вся поступательность и последовательность его действий, вся нарративность его поступков, потому что это и вопрос выбора веры, это и вопрос оценки, скажем так, конфессиональной оценки тех, кто был духовными конкурентами, это и вопрос, связанный с собственным перерождением антропологическим. Потому что князь Владимир после принятия крещения, скажем, назовем вещи своими именами, это другой человек. Другой. Это сущностное изменение. Это совершенно другой образ власти. А самое главное, когда мы говорим о последствиях вот этого акта, акта принятия крещения, здесь очень важно обратить внимание на несколько составляющих. Первое, это, собственно, та мудрость, с которой князь Владимир реализовывал христианскую доктрину внутри своего собственного государства. С одной стороны, он действовал по принципу разделения, устойчивого разделения компетенций. И, будучи князем, со всеми вытекающими отсюда последствиями, а это же сакральные фигуры, даже в языческом мире это сакральные фигуры. В языческом мире она точно сакральная. Да, вне всякого сомнения. Тем не менее, он право осуществлять миссионерскую деятельность и, скажем так, катехизаторскую деятельность отдает епископам, константинопольским епископам и тому духовенству, которое пребывает в первых миссиях. Поэтому сам по себе характер христианизации, он не носит разового такого вот... Ну, естественно, да. И, кроме того, этот процесс растянут во время, не только после, но и до этого, ведь... И это очень важно. Это было еще то, что называется Фотиево крещение, еще при патриархии Фоти, основание вот этого, это епархии Роса, о которой мы почти ничего не знаем, да. Но мы очень мало знаем именно о христианстве на Руси до Владимира. Понятно, что какие-то христиане были и какие-то были христианские миссии. Даже не просто какие-то, а княгиня Ольга была. Ну, сама Ольга была христианкой. Да, главный этап перед Владимиром, конечно. Причем надо полагать, что это все-таки не только результат ее визита в Константинополь, не только. И, может быть, даже во многом, это гипотеза, конечно, некое допущение историческое, но можно предположить, что, скажем, Киев как город, который, скажем так, был центром торговых интересов, разнообразных интересов, он, безусловно, был питательной средой. Но когда Святослав, сын Ольги и отец Владимира, сказал, что он не может принять христианство, потому что дружина не поймет, друзья не поймут, то это означало, что все-таки на уровне военной элиты, управляющей страной, христианства не было. Не только доминирующим, но даже и распространенной. Вне всякого сомнения. И надо сказать, что в этом смысле это здоровый консерватизм. Потому что вот так вот взять, на веру принять, после простой декларации или каких-то нарративных лекций, но вряд ли люди, сильные духом, могут это сразу принять. Все-таки это очень сложный сам по себе акт. И я, говоря о премудрости князя Владимира, именно это и имею в виду. Потому что сам процесс христианизации – это не одноразовый акт. Это сложный, растянутый во времени период. Период для Руси. Для Руси, безусловно. И то, что он заложил такой алгоритм в основу христианизации, это очень важно. Потому что мы действительно не имели дела с такой страшной конфронтацией, которая была характерна, например, для ряда стран Западной Европы в период христианизации. Там, когда мы говорим о Венгрии, о других государствах, где все-таки людей убивали. Убивали, причем исключительно по принципу, так сказать, неприятия тех или иных ценностей. Ну и вообще мы много знаем о возможности насаждать веру мечом и о результатах такого рода насаждения. А когда мы говорим об укорененности веры, когда мы говорим о формировании некой традиции, причем весьма деликатно осуществленной. Потому что вот эти языческие пережитки бытовые, их никто не испровергал вот так вот молниеносно. Если люди могли, скажем так, не греша против основ веры сохранять какие-то бытовые пристрастия, ну ничего, вероятно, в этом страшного не было в тот период времени. Но факт эволюции христианского сознания, он был налицо. Потому что говорят, что к концу правления, по-моему, Китмар Мерзебурский об этом пишет, что к концу правления князя Владимира в самом Киеве были уже сотни христианских церквей. Ну какая-то часть из них, возможно, скажем так, была. То, что называется церковь, построенная за один день, как в Москве. Есть обыденный храм, который был срублен за один день. Можно допустить, что в тот период времени можно было быстро построить и какие-то маленькие часовни, и что-то еще. Но, тем не менее, вот сам процесс христианизации, он шел достаточно активно, и темпы его были ошеломляющими. Потому что уже буквально через столетие, а через полтора этим паче, мы имеем дело уже с цветущей сложностью, как сказал бы Константин Леонтьев. Потому что эпоха усобиц так называемых, эпоха разделения княжеств на, я бы так сказал, на такие культурные, в том числе, оазисы, она свидетельствует о том, что уровень развития городской культуры, цивилизационной культуры, содержательной, речевой и прочей культуры был очень высоким. Потому что, если посмотреть на Владимиро-Суздальскую землю, на Галецко-Волынскую землю, на Черниговское княжество и прочие княжества, каждое из этих княжеств имело свое архитектурное своеобразие. Причем строились камни, строились ложные постройки, часть из которых сохранилась и до сего дня, слава Богу. То есть, плоды просвещения были очень и очень быстрыми. И это заслуга, вне всякого сомнения, князя Владимира, как той фигуры, которая заложила эти основы. Вообще, надо сказать, вот говоря о феноменологии русского властного сознания, очень много таких примеров, удивительных в русской истории, когда правитель не получает результата при жизни. То есть, у него есть некий замысел, причем часто этот замысел носит характер какого-то сугубого исповедания, вот такого внутреннего. Вот, например, образ Александра Невского. Крайне важный образ в системе русской аксиологии. Ведь, что интересно, кстати, князь Владимир был прославлен при нем. Причем, почему? Потому что день рождения князя Владимира пришелся на день победы Александра Невского на Ладоге. Ну, по таким допущениям. Да, по таким допущениям. Это, ну, скажем так, может быть, это какой-то знак. Но почему образ князя Александра Невского крайне важен для понимания архетипа русской власти? Он важен потому, что… Как поступает Александр Невский в период татаро-монгольского нашествия? Как он поступает? Он, вот, с одной стороны, по таким упрощенным интерпретациям идет на поклон к орде, потому что вот это было выгоднее для того-то, для того-то и для того-то. И все время приводятся какие-то там совершенно меркантильные или совсем уж какие-то бытовые доводы по этому поводу. А вот, дескать, папский престол и латиняне, они вот там не были готовы к какому-то диалогу серьезному. Я думаю, что это некоторое упрощение. Почему? Потому что все-таки Александр Ярославович Невский к вопросу о том, что такое Родина. Вот Родина для человека того времени, для человека эпохи раннего средневековья, Родина это, скажем так, равенство вере применительно к Александру Невскому. Для Александра Невского крайне важно было сохранить то основание государственности, которое было заложено его прощурами, князем Владимиром в частности. Он полагал, это допущение, безусловно, причем не мое, а это допущение огромного количества русских историков, которые, скажем так, пытаются анализировать вот эту историческую действительность многомерно. Почему он идет на диалог с Ордой? Ну, во-первых, потому что Орда действительно не могла, с точки зрения конфессиональной, с точки зрения возможности привнесения каких-то новых инъекций веры, не могла быть конкурентоспособной по отношению к православию. Потому что до принятия ислама Орда не навязывала свое мировоззрение тем народам, которых она оккупировала. И речь даже шла о том в отдельных случаях, что князь Александр Невский занимался, если угодно, празелитизмом на территории Орды. Миссионерством. Да, миссионерством. Потому что, что немаловажно, вот делая такой выбор, почему, казалось бы, не в пользу латинской церкви, формирующейся латинской церкви основательно. Но, с одной стороны, мы все знаем о тех эпизодах исторических, которые свидетельствуют не то чтобы о злонамеренности отдельных орденов, когда речь идет о Тевтонском ордене или Ливонском ордене. Есть, вообще-то, довольно простой ответ на поверхности. Александр Невский был человек верующий, православный. Абсолютно. К этому моменту латинская церковь уже давно была церковью еретической. Для него это было достаточно, что здесь нам навязывают ересь, здесь нам предлагают просто платить дань. Это с одной стороны. Принципиальная разница. Но есть же феномен исторический Даниила Галицкого. К примеру, человек, который идет другим путем, делает ставку на то, что делает. Итог весьма плачевный. Все мы знаем, что Галицко-Волынская земля была очень сильно, скажем так, порушена. То есть, срыты были фортификационные и прочие укрепления. Действительно, были сожжены города, поселки и все что угодно, так сказать, было истреблено практически татар-монголами в той части, где они могли себе это позволить. И это было итогом его выбора в конечном, извините за тавтологию, итоге. Почему Александр Невский, вот это гипотеза опять же, почему Александр Невский поступает иначе? Почему Александр Невский, имея все основания зафиксировать факт своего присутствия в русской истории двумя акциями? Вот победа, пожалуйста, на Ладоге. Вот победа на Чудском озере. И вот вам образ человека, который является рыцарем без страха и упрека, что называется. Уже этого одного было бы достаточно. Но Александр Невский смотрит вперед и видит колоссальную историческую перспективу, которой будут продолжатели. В лице Михаила Тверского князя, Дмитрия Донского, Данила Московского, митрополита Алексея Московского, Сергия Радонежского. Это все те люди, которые занимались сложным деланием. Сложным деланием. Сложным деланием восстановления православного сознания на той территории, которая была, конечно же, порабущена. Все-таки, когда говорят о том, что татаро-монгольское иго – это, в общем и целом, никакое не завоевание, а ничто иное, как симбиоз интересов. Совладычество. Совладычество. Евразийское. Отчасти, инъекционно, скажем тактически, мы можем делать такие допущения о некой близости интересов, тактических интересов и даже, может быть, иногда стратегических интересов отдельных князей. Но говорить о том, что татаро-монгольское нашествие – это был период, который, так сказать, был исключительно благодатным для территории древнерусского государства, это большая натяжка. Почему? Потому что вот только Владимирское княжество уплатило 5000 рублей серебром орде, что было неподъемно даже для бюджета, в общем-то, одного из самых состоятельных княжеств. Но здесь еще есть одна немаловажная тема, которую нельзя обойти, если мы говорим все-таки о кануне татаро-монгольского нашествия. Причем очень важно интерпретировать этот период не с позиции локального конфликта. Потому что, если посмотреть и отмасштабировать эту проблему, то получается, что завоевание Древней Руси – это локальный эпизод в истории общих завоеваний орды. Правильно сказать, даже не орды, а вот той кочевой экспансии, которая формировалась сначала в устье реки Анон, где родился Чингисхан, будущий правитель доброй половины земного шара. А потом и всех тех территорий, включая европейскую, когда речь шла уже о завоевании Венгрии, и, в общем-то, орда была на подступах к Вене, о чем есть масса свидетельств. И вот хан Батый вынужден был в конечном итоге уехать в Орду, потому что они тоже столкнулись, в общем, с проблемой наследования власти дальнейшей. Но я это, знаете, к чему говорю? Я это говорю к тому, что, скажем так, попытка преодолеть кризис сепаратизма, кризис противостояния усобиц княжеских, она была. Она была накануне Орды. Это время правления князя Андрея Боголюбского, который, кстати, тоже канонизирован не как мученик, а как преподобный князь. У меня к собственному вопросу вам о более общего характера. Когда вы говорите понятие русское сознание, русское самосознание, русские ценности, русская аксиология, что вы вкладываете в это понятие? Это некая онтологическая категория, раз навсегда заданная или это просто набор каких-то смыслов, ориентиров, которые менялись и могут меняться? Потому что вы же понимаете, что для нас это крайне важное явление, мы постоянно к этому апеллируем, но одновременно, если употреблять это понятие не серьезно, не строго, то можно как угодно жонглировать и вообще все что угодно прописать сюда в эти русские ценности. Что это за русские ценности, на которые привнес князь Владимир, на которые он опирался и на которые сейчас мы с одной стороны опираемся, с другой стороны не опираемся, мы должны опираться. Вот их статус, откуда они вообще берутся? Вы знаете, действительно вопрос крайне сложный, крайне сложный вопрос. Не думаю, что есть односложный ответ, причем в категориях да-нет или в категориях вот потому-то, потому-то и потому-то. Мы же употребляем понятие русских ценностей, а откуда они взялись? Вне всякого сомнения. Вот это я попробую сейчас, это как бы мысль в развитии, извините за слово, как бы. Я терпеть не могу таких состояний недосказанности и незавершенности суждений. Потому что вот такого рода оговорки крайне не полезны, на мой взгляд, особенно в исторической или философской плоскости. В постмодернистской реальности они вполне адекватны. Я считаю, что это абсолютно постмодернистский феномен. Слово «как бы» в 90-е годы пришло именно вместе с постмодерном, потому что все как бы. Как бы жизнь, как бы работа, как бы любовь, как бы политика. Абсолютно верно. Так вот, возвращаясь к теме ценностей, говорить о фундаментальной природе этих ценностей тяжеловато. Тяжеловато. Потому что тайны сия велика есть, скажем так. Вот я проиллюстрирую это вот каким феноменом. Когда Алексей Федорович Лосев написал «Диалектику мифа», где говорил о том, что архитектуре архитектуры сознания, мифологии – это не сказки, это не, скажем так, выдумки, не басни. Тоже зрелая вещь в басне. Особенно басни Изопа и уж там интерпретации Горлова. Вещь зрелая, потому что тоже отражает архитектуры сознания, понимания людьми тех или иных поведенческих стереотипов, даже коллективных поведенческих стереотипов. Когда Алексей Федорович Лосев написал свою книгу «Диалектика мифа», он пришел вот к этим заключениям, что мифология, она проистекает из естественной природы развития того или иного, той или иной группы, того или иного социума. Что мифологичность сознания – это абсолютный норматив. Поэтому, если мы посмотрим на советский период истории, есть два этапа в истории развития советской идеологии, скажем так. Вот, к примеру, ленинский период, теория, скажем так, в меньшей степени это теория перманентной революции, в большей степени это все-таки некая надцель построения некого гигантского глобального пролетарского государства. В стратегической перспективе это такая ценностная экспансия. И посмотрите Сталин. Да, Сталин предлагает какую модель? Построение социализма в отдельно взятой стране. Сталин предлагает, если угодно, в известном смысле такую изоляционистскую модель политического поведения. Больше того, Сталин, хотим мы того или не хотим, предлагает сакрализацию собственного вероучения, переработанного, переосмысленного им самим. У него есть свой кодекс, есть своя нравственная, этическая, моральная система, есть свой житийный корпус, есть свое вероучение, которое выражено в многотомии Маркса, Энгельса, Ленина и его собственного наследия теоретического. Ну и в итоге это секулярное мировоззрение превращается в абсолютно религиозное. Абсолютно религиозное. Кстати, в этом смысле, и вот эта категоричность, вот эта вот, если угодно, догматическая составляющая государственности, она же была в гипертрофированном виде разработана в советский период времени, в меньшей степени может быть в финальном периоде, но если говорить о вот этом периоде, когда необходимы были мощные завоевания, завоевания, свершения какие-то, мобилизационная модель поведения, это работало как религиозная модель, вне всякого сомнения. И в этом смысле это заимствованные архетипы, во многом заимствованные. Мы не будем говорить о том, сублимированы они, не сублимированы. Это сложный вопрос, крайне сложный вопрос, насколько они органичны, там, типу развития общества того периода времени. Так вот, если говорить все-таки о феноменологии самосознания, если говорить об архетипах поведения, вот в основу, скажем так, развития вот этой сложной системы должны быть положены все-таки ценности универсального характера, которые являются центром притяжения. Универсального в каком смысле? Не в смысле конфессиональных пристрастий, потому что, например, вот православие избранное некогда князем Владимиром, хотя, скажем так… Хотя на самом деле православие был князем Владимиром, но дело тут не в этом. То есть, они должны быть приложены к любому человеку, живущему всегда и везде, да? Абсолютно. И не вступать в такое фундаментальное противоречие с бытоустроением, с системой пристрастий каких-то таких фундаментальных пристрастий. Она не должна быть оскорбительной, эта идеология. Подождите, хорошо, а если фундаментальные пристрастия это, например, поедание людей или какая-нибудь традиция религиозного суицида. Ведь есть же религиозные традиции языческие, да, где то, что с точки зрения христианства абсолютно неприемлемо, в принципе, является нормой и даже идеалом сакрализация самоубийства в некоторых дальновосточных традициях. Абсолютно. Каннибализм, который я уже назвал, да, ну, то, что обычно все упоминают, всевозможные сексуальные извращения, да, какие угодно, гастрономические какие-то извращения, да, в том числе. Что, в общем-то, где-то близко. Да, да, но мы не можем сказать, что универсальные ценности, которые должны, с моей точки зрения, да, и вашей тоже, быть применимы ко всему человечеству во все времена, да, поскольку человечество – это все-таки единый организм, и мы все приезжаем к одному виду, даже с точки зрения просто чисто материалистической, что они могут быть вполне сочетаемы с любой религией, с любой культурой. У культур разной ценности, у религий разной ценности, они неизбежно вступают в конфликт. Вне всякого сомнения. И, конечно же, если правильно отмасштабировать то, о чем мы говорим, речь идет, конечно, об аврамической культуре, вне всякого сомнения. То есть, по крайней мере, даже мы не говорим слова христианства, но, по крайней мере, аврамическое. Да, и больше того, которое... Тогда мы входим в конфликт с язычеством, безусловно. Ну, а он и был конфликт, он и был. Мы же не говорим о том, что у нас абсолютно пассивная позиция, в части, например, интерпретации собственных ценностей, в части их распространения, в части... Но это и не, скажем, подавление человека. Это очень важно. Важно, что человек в этой системе координат является самоценным явлением. Творением Божиим является. Вот что важно в системе определения... То есть, творением он образ Бога. Да. Даже больше, чем творением. Да. Вот что важно, что действительно вот та система измерения, которая привносится в нашу жизнь с приходом христианства, она дает такую систему измерения, которая допускает диалог с кем угодно. Диалог. Который может иметь самые разнообразные последствия. И ведь если посмотреть... Вот, кстати, к вопросу о стереотипах. Это очень важно. Очень важно. Вот тема приватизации русской истории. Истории как таковой. Не обязательно русской. Это крайне важный властный инструмент. Не случайно Иосиф Виссарионович Сталин там многократно перечитывал и правил ту часть учебника, которая касалась, например, вторжения Орды на территорию русского государства. Для него это было очень важно. Исключительно как инструмент управления. Равно как и любой другой период исторический, который правился с точки зрения идеологии. Возьмем, к примеру, историю Покровского. Мы же помним, как все интерпретировалось. Что всякий исторический деятель и не предполагал, как он может быть проинтерпретирован в этой системе координат. Так вот, очень важно действительно как мы подходим к интерпретации того или иного исторического явления. К вопросу о реализации христианских намерений князя Владимира. И последствий исторических, которые в результате возникли. Мы действительно переживали разные периоды. Например, эпоха Петра – это совершенно другая эпоха. Мы можем отдельно на этом остановиться, посвятить этому какую-то передачу. Если вы мне еще раз пригласите. С большой радостью. Или эпоха династический кризис, связанный с постпетровской эпохой. Или эпоха правления императора Петра III. В какой степени это было соотносимо с теми архетипами, с теми базовыми ценностями, которые были характерны для истории эпохи Андрея Боголюбского. Да маловероятно, что с точки зрения политической культуры, скажем так, политической культуры как некоего корпоративного явления, мало соотносимое. Но когда мы говорим о самосознании, оно тяжело уничтожается. Самосознание. Несмотря на достаточно сложный селекционный процесс, который происходил, допустим, в 30-е годы 20-го столетия, никто же не скрывал намерений перековать человека, отучить его от той исторической действительности, к которой он привык. Владимир Владимирович Маяковский, когда говорил о том, о чем говорил, он делал это предельно откровенно. Он или Эдуард Багрицкий, или какой-нибудь другой апологет той системы ценностей. Другое дело, что вольно или невольно все равно коммунитарный дух, вот это сознание, коллективистское сознание, которое помогало преодолевать трудности. Кстати, о чем... То есть, вы назвали содержательную ценность, коммунитаризм, да? Да, безусловно. Вы в фильме об этом говорите, об общинности определенной. Я помню, у Бердеева в свое время прочитал такую мысль, и уже не помню, откровенно говоря, в какой работе, но у него было замечательно сказано там вот о чем, что, скажем так, что в эпоху, когда, скажем, советская власть занималась эксплуатацией коммунитарного общинного духа, а в Германии, в эпоху Рейха, скажем, власть занималась эксплуатацией индивидуалистического протестантского сознания. То есть, все равно эксплуатацией определенного типа сознания, определенных типов привычек исторических, которые, конечно, имеют куда более сложную базовую природу, религиозную. Вот у меня тогда такой вопрос. Куммунитаризм, он же был в язычестве? Он из христианства пришел или он из язычества пришел? Сложно сказать. Я вот не готов к таким, скажем так, подробным оценкам этого явления. Потому что, скажем, тайны сия... Объясню почему. Потому что, смотрите, когда мы говорим о русских ценностях, да, вот есть система русских ценностей, я как человек, ориентированный на православное христианство, я хочу, чтобы эти ценностей были православными. Возникает вопрос, почему мы их называем русскими? То есть, это какие-то ценности, которые прибавлены к православным, это православные плюс русские ценности, или это только православные ценности. Вот в чем вопрос. Или это ценности, которые параллельны православию, могут с ним как-то соприкасаться. Отсюда и возникают уточнения. Если мы говорим, что одной из важнейших основ русского самосознания является коммунитарность, то сразу хочется спросить, откуда оно взялось, из христианства или из язычества. Ведь языческая коммунитарность и христианская, они разные. А еще есть какая-то секулярная коммунитарность, которая третья по своему содержанию. Все-таки это симбиоз. Мне представляется, что всякая система распознается в развитии. Условно говоря, есть же некая приуготовленность к принятию чего-то. Тогда и ценности тоже развиваются. Конечно, безусловно. И русские ценности, они могут меняться. Даже если пользоваться терминологией Ницше, это не имеет прямого отношения к тому, о чем мы говорим. Но, тем не менее, он когда говорит о, скажем так, десакрализации ценностей, говорит о методологии десакрализации ценностей, он говорит, что все они подвижны. Мы говорим о подвижности другого рода в данном случае. Мы говорим о развитии, о генезисе и последующем развитии ценностей. Они могут меняться или они просто добавляются друг к другу? Это сложный вопрос. Это самый главный вопрос, потому что для того, чтобы это понять, формулировать максимально точно. Я не говорю, что на него нет ответа. Это сложный вопрос крайний и ответ действительно предполагается мне тоже весьма непростым. С одной стороны, прибегая к евангельской аналогии, когда говорят о новом вине, которое должно быть влито в новые меха, что целесообразно, потому что причины, почему этого не делают, тоже объяснены. Так вот, когда мы говорим о приуготовленности народа к принятию чего бы то ни было. Например, в данном случае речь идет о принятии христианства народом. И мы говорили о том, что последовательность этого приятия была весьма специфической. То есть, это развитие во времени. Развитие во времени. Когда, например, вот Муромское княжество, предположим, оно там чуть не в самую последнюю очередь разделяет эту систему ценностей, долго преодолевая языческие пережитки. Долго преодолевая при условии, что никто за это никого не душит. Никто за это никого не душит. Поэтому, безусловно, люди, которые населяли территорию древнерусского государства или, правильно сказать, протогосударства, они жили весьма в специфических условиях. Действительно, для того, чтобы осуществлять волок судов по рекам, это было крайне технологически затруднительно. Больше того, для того, чтобы обрабатывать такого рода территорию, совершенно очевидно, что в индивидуальном порядке это невозможно было сделать практически никак. То есть, безусловно, коммунитарность – это часть, в данном случае, бытовой культуры. Бытовой культуры древнеславянских народов или, скажем так, народов финно-угорских, которые тоже населяли эту территорию, а которые потом в рамках вот этого тигля, вот этого плавильного котла сложного. Потому что здесь и православие, безусловно, играло колоссальную роль в части некой универсализации отношений. И, безусловно, сами бытовые условия приуготавливали… Ну, я понял. То есть, это сложный многомерный процесс. Больше того, это все-таки некое сакральное действие в истории, которое тяжело поддается, скажем так, выработке терминологического аппарата даже для объяснения этого явления. Я хотел бы перекинуться тогда в наше время. Вопрос сначала тоже общий. Как вы считаете, сейчас в нашей стране, в нашем государстве, в котором нет официальной идеологии, если Конституцию не считать идеологией, конечно, есть идеологические начала, в них там не может не быть. Но у нас сейчас… Нельзя сказать, что наша страна, наш народ, он в целом ориентирован на русские ценности. Или можно сказать. Можно сказать, что мы сейчас живем в некой превращенной форме, опять же говоря, гегельским языком, русского сознания, русских ценностей. Если вывести русские ценности за рамки этнографии, то мы, безусловно, живем в системе ценностей, которые имеют русское происхождение, вне всякого сомнения. Потому что Александр Сергеевич Пушкин, Василий Васильевич Розанов, Федор Михайлович Достоевский, Сергей Васильевич Рахманинов, Петр Ильич Яковский, кто угодно, кто представлял русскую культуру в самом широком смысле этого слова, часто не имея даже отношения к какому-то углубленному изучению собственных природных основ, религиозных. Я понимаю, что вы понимаете, но если вы хотите сказать, что так или иначе мы живем в системе русских ценностей, а для нас с вами русские ценности это как минимум ценности положительные, как максимум христианские. Когда мы сами живем, конечно, не в раю, поскольку рай на земле невозможен, то уж в неком обществе, приближенном к идеалу. Но это не так. В чем проблема? Они есть, но они плохо реализуются. Они есть, они вступают в конфликт с другими ценностями. Ведь тут же ситуация сложная, и да, и нет. Они есть вне всякого сомнения. И они действуют вне всякого сомнения. Потому что в противном случае не существовало бы фактора преемственности, фактора интереса к собственным ценностям на уровне хотя бы каких-то интеллектуальных групп, как минимум. Я уж молчу о бытовой среде, которая так или иначе эти ценности все время воспроизводит. То есть это определенный социальный кластер? Да, это первое. А теперь то, что касается, допустим, их репутационные компоненты, что немаловажно. Почему они иногда имеют некое негативное коннотационное сопровождение? Ну потому что часто... Это другой вопрос. Часто эти ценности используются достаточно вульгарно. Часто эти ценности используются не по назначению, я бы так сказал. Все-таки, когда мы говорим о высотах духа, когда мы говорим о невероятных каких-то проявлениях духовности, подлинной духовности, это те ценности, которые никого оттолкнуть не могут. Потому что они не содержат в себе никакой агрессии, они не содержат в себе никакой конфронтации фундаментальной, кроме, скажем так, желания поделиться высотой собственных достижений. Вот, например, Сергей Васильевич Рахманинов это достояние общечеловеческое. Общечеловеческое. Хотя, может быть, это мое субъективное мнение, но это продукт русской культуры. Сугубо русской культуры. Знаете, это мой самый любимый русский композитор. У нас даже в начале нашей программы звучит музыка Рахманинова. Тут еще есть такая тонкость. Знаете, вселенскость и русскость это пограничные состояния. К примеру, Федор Михайлович Достоевский, один из самых читаемых писателей в мире. Хотя, конечно, я не говорю об этнографической компоненте. Я не говорю о некой модели самостийности писательской. Это русское явление Достоевский, вне всякого сомнения. Да, русская и вселенская. Продукт русской культуры и вселенская одновременно. Потому, что это продукт христианской культуры в самом высоком смысле этого слова. Согласен. Скажите, пожалуйста, тогда вопрос уже конкретный. Тогда, извините, к вопросу об аксиологии государства, об устойчивых типах поведения, о тех признаках ментальности, русскости, если угодно. Они именно из этого проистекают. Это жертвенность поведения. Потому, что действительно, если посмотреть ретроспективно на характер ведения русских воин, на несклонность к экспансии внешнеполитической. Действительно, нас могут упрекнуть в том, что мы что-то завоевывали радикально, злонамеренно. Экспансия была постфактум, но она не была результатом желания завоевать отдельную территорию, подавить ее, все ресурсы из нее выкачать и воспринимать ее как утилитарное пространство. Абсолютно. В этом не было колониальной политики. Ведь вот этот тезис о тюрьме народов, он все-таки исторически критики не выдерживает. Там, где культуры, скажем так... Это идеологический тезис, это же не описание истории. И, кстати говоря, если говорить о русском мировоззрении, его постоянно пытаются перевести из плоскости высокодуховных рассуждений в плоскость какой-то бытовой... Ну, потому, что хочется понять, как эти ценности реализуются на практике. Если они есть, значит, они как-то работают. Это же не платоновские идеи, которые где-то там находятся в трансцендентном мире и совершенно не нуждаются в мире по всесторонним. Я вот вчера был в Ново-Иерусалимском монастыре. Да. Просто вот решил с дачи доехать до... В великое святое место. Да, до Ново-Иерусалимского монастыря. И вот как-то лыков строку, что говорится. С одной стороны, вот какая потребность в том, чтобы это восстановить? Ну, нам могут сказать, что это памятник архитектуры, такого-то времени. Тем не менее, он практически восстановлен заново. Да. Воссоздан. И в некоторых местах я просто ощущал, что я чуть не в Иерусалиме присутствую. Это потрясающее событие, потрясающее место. Да. Но больше того, теперь посмотрим на это с точки зрения аксиологии, системы ценностей. Вот перенос, экстраполяция Иерусалима в русские условия – это что? Это что с точки зрения смыслов? Ну, это по меньшей мере миссия патриарха Никона, который этим занялся, довел до конца эту идею, построив Иерусалим. И это миссия, которая, конечно, опиралась на представление о том, что уже у самой России, у русской государственности, русской церкви, есть своя миссия. Ну, если звать отвечу своими именами, то это, конечно, была миссия Третьего Рима, это миссия того самого Катухона, то есть это то, что патриарх Никон прекрасно понимал. И то, что наше государство все-таки в этом участвует, это, конечно, очень здорово. То есть это серьезный аргумент в пользу того, что так или иначе самые настоящие русские ценности, в нашем смысле слова, все-таки у нас так или иначе отстаиваются и пытаются быть реализованными. И это вдвойне интересно, потому что все-таки от чего мы в данном случае отталкиваемся? От чего даже патриарх Никон отталкивался? Вот если задуматься, он же отталкивался от идеи Иерусалима вообще? Но дело в том, что идея, скажем так, Новый Иерусалим, она же была не исключительно никоновская, она была во всем христианском мире. То есть Новый Иерусалим... Но поскольку он реализовывал это, правильно? Но он решил довести до конца, поскольку он не просто построил Новый Иерусалим, он построил там храм, в котором предполагалось, что будут проходить вселенские соборы с тронами патриархов. Да. Это и аксиология власти. И это гораздо больше, чем просто попытка повторить некую топографию Палестины. Какая интересная иллюстрация того, о чем мы говорили. Получается, что есть некая вселенская модель. Вот есть модель вообще космического происхождения, назовем вещи своими именами. Есть Иерусалим горний. Да? Перенос Иерусалима на территорию русского государства. Буквальный перенос. Воспроизведение его, воссоздание. Со всеми коннотациями и смыслами дополнительными из этого. Ну и, соответственно, вот такого рода духовное кормление через этот образ народа. Вот это удивительно. Посмотрите. То есть, с одной стороны, это же не сугубо русское явление с точки зрения изначальной заданности. Правильно? Это настоящая агил политика. Вот. Вот. И это, кстати, было характерно, ну вот возьмем, к примеру, вообще идею Московского царства. Или идею сакральной власти, которая так или иначе озвучивалась и Иваном Третьим, и Иваном Грозным. И, скажем так, то, что формулировалось на уровне отдельных русских князей. Но это все-таки, я все-таки напоминаю, вы говорите про эпоху, когда православие было официально безраздельно доминирующей религией на территории России, точнее конфессией. Православие это не религия, это конфессия. Но, если говорить о нашем времени, возникает вопрос, а сейчас, насколько мы на это ориентированы. Вот ваш пример с Новым Иерусалимом очень показательный. Я согласен с этим. Я сам, как человек, который давно занимается Тулеярхом Никоном и очень люблю Новый Иерусалим, я здесь полностью вас поддерживаю. Но другой вопрос, конечно, понятно, что это все-таки некие отдельные признаки, которые пока не складываются в единую систему. И вот у меня такой вопрос более конкретный в связи с вашей профессиональной деятельностью. То, что вам максимально близко. Вот смотрите, в наше время в Российской Федерации суды разного уровня регулярно принимают те или иные решения. Когда судья принимает решение о том, в частной очереди совершенно не важно о чем, в любом случае это решение связано с такой правовой самоценностью фундаментальной, как справедливость. Ну, почти любое судебное решение, почти любое, связано с понятием справедливости. О чем мне шла речь? Это гражданские проблемы, административные, уголовные. Ну, это у Платона даже так, в общем. Ну, начиная с Платона, да. Ну, в любом случае это убирается в понятие справедливости. Вот судья, он же не просто опирается на конституцию, на уголовный кодекс, на гражданский кодекс. Он еще и сам принимает собственное решение самостоятельное, ориентируясь на то понятие справедливости, которое у него есть. Вот откуда он его берет? Если мы скажем, что он просто его вычленяет из, так сказать, существующего права, да, написанного права, тогда это некий механизм, который должен найти правильную статью, приложимую вот к этому случаю. Но мы же имеем дело не с механизмом, мы имеем дело с личностью, которая это решение принимает. Эта личность будет потом перед Богом на страшном суде отвечать за каждое свое решение, да. Вот откуда в наше время судья берет понятие справедливости? Я объясню, почему я спрашиваю, потому что вот, например, мы знаем, что право любое неполное, да, оно не может исчерпать все вопросы. Совсем недавно был случай яркий с тем, как некоторые существа женского кола решили станцевать на амвоне Храма Христа Спасителя. И после этого возник вопрос, как оценивать вот это событие, да, это что? Если это преступление, то с какие статьи оно подходит, да. Если это не преступление, тогда, соответственно, так можно, да. Если так можно, то что еще можно? Нам понятно всем, интуитивно и не интуитивно, что это преступление, что оно должно караться. Но в позитивном праве оно не было достаточно отражено. Отсюда возникает вопрос, как судья принимает соответствующее решение, с чего он исходит. Ну, скажем так, будучи представителем официального учреждения Верховного суда, в данном случае, я, конечно же, не могу говорить о конкретных делах. Я сейчас вопрос ставлю достаточно общего. В связи с тем, что был приведен конкретный пример в конце, я не буду останавливаться на этой теме, а предложу два измерения этой проблемы. Вот первое, оно чисто правовое, прагматическое в данном случае. Безусловно, скажем так, мы страна статутного права, мы живем в системе кодексов, и кодексы регламентируют, какое решение, скажем, вот законодатель работает, причем... Вы имеете доконтинентальное вот это вот... Континентальная система права. Романо-германское право, которое восходит, кстати, к Византии, к кодексу Истиана. К кодексу Истиана, ни всякого сомнения. Мы действительно не являемся страной англосаксонской системы права, хотя... Прецедентные. Элементы прецедентов, они, наверное, могут возникать. Наверное. Они есть. Да, сложные. Судент является одним из источников современного права, даже в курсе общества знаний в школе в этом... Да, это так и есть. Больше того, например, вот когда мы говорим о работе пленума Верховного суда, мы тоже можем говорить о, скажем так, элементах. Но если говорить о строгой модели права, конечно, мы представители континентальной системы права. Право, которое регулируется кодексами. И, скажем так, качество этих кодексов, качество работы законодателя, качество работы суда как субъекта законодательная инициатива, оно во многом предопределяет степень той самой справедливости, о которой вы говорите. Но когда мы говорим о законотворческой деятельности, когда мы говорим о правоприменительной практике, все-таки в основании любого кодекса заложена мораль. 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 Как она понимается? Право опирается на мораль. Вне всякого сомнения. Мораль, она может носить эволюционный характер, эволюционный характер. И мы знаем исторические периоды, когда право, ну скажем так, право тоже могло становиться, скажем так, инструментом манипуляции. Могло. Правильно? Естественно. Вот. Теперь, что касается судей. Конечно, скажем так, судья – это не робот. Судья – это не человек, который… И в этой связи работа судей крайне тяжелая. Крайне тяжелая. Потому что особенно, когда речь идет о многосоставных, сложных, уголовных делах, когда нужно принять решение, которое фундаментально меняет жизнь подсудимого или, скажем так, осужденного, неважно на какой стадии это дело рассматривается, все равно так или иначе включается, как минимум, человеческая психика. Как минимум. В этой связи судья находится в весьма непростом положении. Непростом. Потому что он, в известном смысле слова, ну как бы, непроизвольно эту ответственность тоже разделяет. Поэтому есть такое понятие судейское усмотрение. Судейское усмотрение, которое позволяет судье учесть некоторые факторы субъективного характера, объективного характера, которые характеризуют личность подсудимого, например. И это немаловажно в системе принятия решений. Немаловажно. В этой связи судья это, конечно же, не просто функция, это личность. Это личность. И больше того, когда речь идет о, скажем, судьях с богатым опытом, с опытом личного характера такого вот, это всегда люди невероятно развитые. Вот мой опыт персональный, индивидуальный показывает, что в большинстве случаев мало того, что судья это вершина юридической карьеры, вершина. Всякий, скажем так, юрист, стратегический, как вот всякий солдат, наверное, стремится стать генералом. Простите за банальную аналогию. Но, тем не менее, всякий юрист, наверное, где-то в душе, если он даже этого не артикулирует, он стремится стать судьей, конечно же. Даже адвокат. Да. А уж если это судья Верховного суда... То есть и прокуроры, и адвокаты хотят быть судьей. Ну да, если это, скажем так, ну, некоторые доли лукавства, когда люди говорят, что я хотел бы этим ограничиться. Наверное, все-таки у каждого есть, у каждого из них есть желание все-таки в качестве судьи где-то поприсутствовать. Тем более, что у судьи специфически... Кроме того, они все время ставятся на место судьи в своей работе. Они же проецируют себя на место того, кто оценивает. Поэтому говорить о том, что судья поступает исключительно механистически, хотя, конечно, это всегда индивидуальный выбор. Всегда это связано с уровнем развития человека, вне всякого сомнения. Именно поэтому и кодекс судейской этики, и другие устанавливающие документы... И вот эта мораль, к которой он ориентируется, это его мораль? Или это некая мораль, которая есть в обществе и на которую он должен ориентироваться? Не, ну, безусловно, это та мораль, которая есть в обществе. И, безусловно, сам по себе институт селекции, отбора на должность судьи, это всегда связано с достаточно детальным пониманием того, кто на эту должность приходит, потому что в конечном итоге судью утверждает президент. Подождите, но если это мораль, которая есть в обществе, а мы сами знаем, что у нас нет кодекса этой морали, тогда о чем идет речь? Нет, когда мы говорим об обществе, мы говорим о том, что и кодекс у нас для общества, правильно? Когда мы говорим о конституции, мы говорим, что у нас конституция для общества. Нет, это конституция государства, это кодекс государства, на который ориентировано право. А вот мораль, которая стоит за правом, которая не писаная, и на которую ориентируется судья, она откуда берется? Ну, скажем так, она тоже отчасти вытекает и из этих документов, из конституции в частности. Ведь конституция базируется на основах морали, на основах той аксиологии, которая в результате общественного консенсуса вырабатывается. Тогда вообще возможно, например, судья более либеральный и более консервативный? Вполне допустимо. То есть, все-таки есть определенные пространства произвола, в котором может быть… Это не произвол, нет. Это вот то, что называется судебным усмотрением в данном случае. И может быть не совсем корректно говорить о, скажем так, либеральной модели поведения судей или консервативной модели поведения судей. Нет. Это скорее, скажем так, тоже личный индивидуальный опыт. Ведь из разных мест приходят судьи. Судья может быть секретарем судебного заседания будущего. Судья может быть в прошлом прокурором, может быть адвокатом. Наверное, у всякой профессии есть своя профессиональная деформация. Вне всякого сомнения она есть. Но судья по своему замыслу – это арбитр, это беспристрастный человек. Беспристрастный, но не в таком стерильном смысле этого слова, как принято. Вот этими словами принято жонглировать, когда речь идет о критике судебной системы. А судья все-таки это человек, который, принимая решения, ориентируется прежде всего на закон, но при этом он не безучастен. Мне себе трудно представить безучастного судью, я бы так сказал. Павел Петрович, все, что вы сегодня говорили, крайне важно, крайне интересно и, к сожалению, у нас нет времени обсуждать так долго, как это необходимо для меня, для вас, для наших зрителей. Скажите, пожалуйста, могли бы вы для зрителей Катухон ТВ назвать какие-нибудь три книги, которые вы считаете должен прочесть каждый образованный человек, живущий в современной России, либо по той теме, которую мы с вами сегодня обсуждали, хотя бы у вас было много тем, либо вы сами считаете, что это какие-то книги, которые все должны прочесть и без них полноценная жизнь немыслива. Вы знаете, вот если задать мне этот вопрос несколько лет назад, я бы, наверное, предложил один набор книг. Вот если говорить о... Я вас спрашиваю. Спасибо. Летом 2016 года. Если говорить о степени актуальности книги, хотя некоторые произведения, они по определению актуальны, неизменны, я бы даже сказал, в своей актуальности, но вот то, что я для себя выбираю в нынешнем контексте, вот мне кажется, что «Подросток» Федора Михайловича Достоевского – это одно литературное произведение, которое на меня производит очень сильное впечатление, особенно сейчас, потому что там очень много каких-то дополнительных смыслов, обертонов, объясняющих природу современ и антропологию. Потому что именно «Подросток» там не большие его романы. Да, да. Мне кажется, это очень актуальный роман. Вторая книга, мне вот очень интересной показалась книга Жанна Бодриара «Система вещей». Очень интересная показалась эта книга, она мне многое объяснила в природе современных потребностей, я бы так сказал, в природе интерпретации современного человека. Одна из, в кавычках, библий постмодернизма. Да, да. И мне кажется, стоит на это всегда обращать свой взор, вообще на развитие мысли. Тем более, что, мне кажется, эта книга вообще породила новую действительность. Именно породила, а не отразила. Он претендует на отражение. Я думаю, он претендует и на отражение, и на порождение, как в случае с его знаменитой статьей про войну в Персидском зале. Ну, вот. Ну, и откровенно говоря, это Василий Васильевич Розанов «Опавшие листья», по-моему, да, называется? «Опавшие листья». Это потрясающая вещь. И вообще, как метод. Вот Розанов, как литературный метод, литературно-философский метод. Не потому, что это человек предтеча, скажем так, современного блогинга. Я так не считаю. Это упрощение, мне кажется, образа этого потрясающего мыслителя, потрясающего человека, в особенности последнего работы «Апокалипсис нашего времени». Это очень важно с точки зрения междисциплинарного восприятия действительности. Вот Розанов. Это способность к высокому культурологическому дискурсу, я бы так сказал. Это очень важно, что он предложил как модель. Тут, к сожалению, у нас нет времени это достаточно подробно обсудить. Вам не кажется, что при всех очевидных достоинствах Розанова, его просто по меньшей мере очень интересно читать? Это потрясающее интеллектуальное чтение, да? Вот все-таки возводить его в некого абсолютного интеллектуала-философа, на которого нужно ориентироваться, не совсем правильно, просто потому что у него же нет никакой системы. У него же нет никакого системного подхода. Это такое красивое рассуждение по поводу. Нет? И мне кажется, что мода на Розанов очень сильная, особенно в 90-е годы, наложившаяся ситуативно на постмодернистское увлечение, поразила ситуацию, когда у нас есть целая генерация интеллектуалов, которые вообще не могут написать постсистемные книжки. Они любят все красиво, на разные темы, по верхам, но в единую философию это вообще не складывается. У меня, например, проблема чисто методологическая, как преподаватель русской философии, я не совсем понимаю, как преподавать Розанова. Потому что я же должен преподавать идеи и тексты, да? А эти идеи, они там вроде как есть, но непонятно, какая из них главная, какая вторичная, какая ранняя, какая поздняя, к чему он верен остается до конца. То есть, ты в итоге рассказываешь о человеке, чем, собственно, о позиции. Вы знаете, Розанов, по моему убеждению, это достаточно сложное явление, крайне сложное явление с точки зрения метода. Мне кажется, что это не взгляд по верхам, мне кажется, что это высочайшая степень глубины. Нет, он очень глубокий, но он просто… Я воспринимаю его в контексте продолжения вот тех мыслей, о которых некогда говорил Ницше. Все-таки об этих флуктуациях, об этих сложных состояниях, о высокой рефлексивности, о переживаниях, о незафиксированности неких ощущений. Вот Розанов работает в этой стилистической парадигме. Это крайне сложно. Это крайне сложно, но в то же время это метод, который позволяет делать потрясающие открытия именно в сфере человеческой антропологии, в сфере понимания человека как творение Божие. Вот мне кажется, это тот метод, который Розанов заложил в основу всех своих книг, но у него книги колеблются от более системных к менее системным. Вот если говорить о наборе неких этических и эстетических парадигм, которые он закладывает, мне кажется, у него достаточно продуманная комбинаторика все-таки в конечном итоге. Ну, опавшилистиков. Ну и, собственно, вы знаете, мне Розанов интересен эволюционно. То есть, начиная читать некогда русских религиозных философов, начиная с Владимира Славьева, Бердяева, Гершинзона, Струва, Франкова, всех тех, кто основу вех составил когда-то, все-таки Василий Васильевич мне произвел в конечном итоге самое сильное впечатление, именно как человек во многом предвосхитивший и объяснивший, кстати, и феноменологию Ницше и феноменологию постмодернизма современного. Предвосхитивший. Предвосхитивший, да. Не объясняющий, предвосхитивший. Павел Петрович, огромное Вам спасибо за Ваши ответы. Еще раз хочу зафиксировать, что сам факт того, что человек, занимающий столь ответственный пост, как Вы, столь хорошо разбирается в вершинах интеллектуальной культуры и сами пытаетесь в этом работать, что-то производить. Сняли фильм очень интересный, да. Это, с моей точки зрения, свидетельство все-таки положительных преобразований, которые происходят так или иначе в наше время. Надеюсь, что мы с Вами еще не раз встретимся и обсудим самые разные интересующие Вас темы. Спасибо огромное. И, в свою очередь, мне бы хотелось отметить, что при всем, при том, что существует некий скепсис общий и общественный по поводу возможностей или невозможностей современного человека, мне кажется, мы живем в эпоху колоссальных возможностей. Возможностей огромных. Никогда таких возможностей у человека не было, как сейчас. Конечно, да. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok